ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди и их судьбы. На бобруйском деревообрабатывающем предприятии трудится семейная династия. Смотря на папу, я хочу стать директором фондока. Чья жизнь связана с заводом. Пересечение преступности на корню. В Беларуси задержан трафикер. 25-летняя Менчанка согласилась на предложение иностранца. Как спасли белорусскую? Котлета по-киевски с картофельным пюрем. В Бобруйске прошел кулинарный смотр-конкурс. Все молодцы, уровень высокий, достаточно для вооруженных сил, для наших. Что ждет победителя? А также дипломатические отношения, приятные изменения и покоряя галактику. Две белорусские готовятся к полету в космос. Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Ирана. Представители государств обсудили актуальные вопросы. На повестку дня вынесены взаимное сотрудничество и международная обстановка. Белорусский лидер отметил, опыт борьбы Ирана с санкциями и развитие в таких условиях важен для нашей страны. Дипломатические отношения между республиками насчитывают три десятка лет. По подсчетам прошлого года товароборот превысил 100 миллионов долларов. За текущие 8 месяцев 2023-го сумма более 62 миллионов. Во время моего визита в Иран мы договорились с президентом, что мы обязательно выработаем тот план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товароборот, наше сотрудничество в целом развивалось более успешно. Я не буду сейчас публично называть те вопросы, которые мы должны решить. Скажу в общем. Самое важное и главное, исходя из опыта отношения с Ираном, исходя из многих лет сотрудничества с Ираном, я делаю вывод, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать. И если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас – это не санкции и давление, а время. И время – это потерять в результате бюрократических препонов ни в коем случае нельзя. Также Александр Лукашенко встретился с главой МИД Венесуэлы. Президент говорил о возобновлении рабочих отношений и дальнейшем сотрудничестве. Белорусский лидер обозначил необходимость выработки дорожной карты на ближайшую перспективу. При согласии обеих сторон до Нового года планируется реализовать все договоренности. Компании нашей страны вновь начинают работу в Венесуэле. Прежде всего, это строительство и сельское хозяйство. Кроме того, есть интерес в развитии энергетической сферы и туризма. Предотвратить непоправимое. Оперативники в сфере нравов спасли белорусскую от незавидной участи. 27-летний иностранец ознакомился с девушками в интернете. Предлагал возможность заработать при помощи оказания интим-услуг у него на родине. Задержанный обещал полную конфиденциальность, комфортные условия проживания и высокий заработок. 25-летняя Менчанка согласилась на предложение иностранца. Но преступным планом трафикера помешали правоохранители. Оперативники и бойцы ОМОН задержали фигуранта с завербованной девушкой в аэропорту, откуда они должны были вылезти в страну назначения. В настоящее время сотрудники проверяют информацию о совершении задержанным аналогичных действий в отношении других белорусов. Возбуждено уголовное дело. Годовая инфляция, белорусская вакцина и безопасность превыше всего. БелЖД проведет акцию. В чем суть? Громкие сголовки дня далее в специальном обзоре. Годовой уровень инфляции в стране обновил исторический минимум и составил 2%. Главной причиной остается сохранение ценового регулирования. Уменьшилась стоимость непродовольственных товаров. Подешевела и сельхозпродукция. Напомним, прогноз правительства относительно инфляции по итогам 2023-го не более 7-8%. На следующий заложен потолок в 6. В Беларуси изменились правила использования семейного капитала на получение образования. Теперь деньги будут перечисляться ежегодно. Выплаты положены многодетным семьям, в которых трое и более детей. Сумма почти 30 тысяч рублей. На 1 октября 2023-го открыто свыше 130 тысяч депозитных счетов. В стране появится собственный препарат от гриппа. Первые прототипы Центр экспериментальной и прикладной вирусологии представят в начале следующего года. В массовое производство вакцина выйдет в 2026-м. Антигенный состав будет меняться ежегодно. Это значит, в запасе надо иметь около 20 различных штаммов. Две белорусские готовятся к полету в космос и успешно прошли первые тренировки. Девушки входят в основной и дублирующий экипажи 21-й экспедиции на МКС. В Роскосмосе отметили. Наши соотечественницы быстро адаптировались к условиям невесомости и перегрузок. У них отлично развита координация и ориентация в безопорном пространстве. БелЖД с 19 по 28 октября организует акцию «Дети и безопасность». Сотрудники органов внутренних дел проведут тематические профилактические беседы. Несмотря на регулярность таких инициатив, вопрос травмирования остается актуальным. В этом году пострадали 68 человек. 52 погибли, двое несовершеннолетние. В надежных руках уже в эту субботу страна отметит самый молодой праздник – День отца. Дома они – поддержка и опора всей семьи, а на работе – ценные специалисты. На Фондоке трудится целая династия, в которой с поколения в поколение передается любовь к одному из старейших предприятий города. Подробности у Елизаветы Липеевой. Гордость Фондока. История трудовой династии Конюшенко берет свои истоки с самого начала основания предприятия. Семья – настоящий свидетель долгого пути развития – от ручной работы до современного технического оснащения. Сейчас здесь трудятся наследники опыта и фамилии Александр и его сын Павел. Мать рассказывала, что лошадьми тягали лес. Потому что, ну а как, не было кранов, не было. Краны только поставили здесь вот козловые в 1972 году. Это была реконструкция завода. Конечно, все изменилось после модернизации. Цех новый, оборудование. Для них работа действительно второй дом. Пальцев рук не хватит, чтобы перечислить всех родственников, чья судьба связана с заводом. Такие семьи – настоящие хранители истории и образец преданности труду. Кондок меня отправлял учиться в лесотехшколу Бобруйскую на Крановщика. Ну, потом вот Пашу моего тоже туда отправили. Очень сильно помогает. Мы все время работаем вместе, бригадой, так скажем. Я доволен, что так есть. На сильные плечи отцов всегда можно положиться. И в семье Конюшенко это знают наверняка. Супер-папы Павел Александр и дома успевают выкладываться на максимум. Принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, которое, возможно, станет продолжением трудовой династии. Папа очень заботливый, уделяет мне много времени. Смотря на папу, я хочу стать директором фондока. Всем огромное-огромное спасибо за то, что он у нас есть. Это наша большая опора. Он самый лучший, самый надёжный, самый ответственный. И он очень-очень порядочный. Его очень люблю. Уже в эту субботу страна будет отмечать самый молодой праздник – День отца. Официально новая дата утверждена только в прошлом году. Но 21 октября уже успела стать значимым событием в жизни каждого мужчины. Для которых, как в семье Конюшенко, воспитание детей – важная и ценная работа. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. За безопасность вместе в стране проходит профилактическая акция. Сотрудники МЧС проводят рейды. Смотрят на исправность печей, электропроводки, наличие пожарных извещателей. На особом контроле многодетные – люди, которые ведут асоциальный образ жизни, а также одинокие. Внимание к пенсионерам не случайно. По статистике, больше половины возгораний приходится именно на их дома. Виной не всегда плохое отопительное оборудование, порой подводят память и зрение. Самое главное – это удостовериться в том, что в данных домовладениях отсутствуют причины для пожаров. Традиционно к этой акции присоединятся не только работники МЧС, а также сотрудники милиции, госэнергогазнадзора и другие заинтересованные учреждения. До 1 ноября любой желающий может обратиться в МЧС для проведения обследования состояния жилища. Есть время подготовиться к зиме. Проще предупредить опасность. Жаркая борьба. В Бобруйске прошел смотр-конкурс. Кулинары из разных воинских частей страны соревновались между собой за звание лучшего повара. Финальный этап прошли 9 военнослужащих. Задача непростая. Из фиксированного набора продуктов приготовить полноценный обед. Лагман, котлета по-киевски с картофельным пюре, овощной салат. Меню вкусное, разнообразное и богатое витаминами. Атмосфера конкурентоспособна. Все молодцы. Уровень высокий для наших вооруженных сил. То, что мы готовим, планомерно внедряется в наши столовые военные. Это одновременно повышение уровня качества приготовления. Параллельно проверка уровня мастерства поваров. Смотр конкурса регулярно проводится с 2015-го. Такие состязания не только повышают профессионализм поваров, но и позволяют укрепить товарищеские отношения между военными подразделениями. Победителей поощряют ценными призами. Сразу после нас в Бобруйск Лайф. Моя коллега Мария Бересневича расскажет, кто стал преемником комсомола, как одновременно отдохнуть и подзаработать в ТОПСЭМ и куда обращаться с крутой идеей. Все ответы в 20.45 на телеканале Бобруйск 360. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!